Всем привет! Сегодня вопрос прикладного характера. Когда делают балансировку, все пытаются поймать грамм-грамм, в тютельку-в тютельку, но куда деваются эти граммы потом, никто не задумывается. Надо вовремя чистить колеса, особенно зимой. Если этого не делать, что получится, сейчас я покажу. Четыре относительно чистых колеса, прям как были с BMW, так я их снял. Сейчас прокручу с остатками снега и посмотрим, сколько дает дисбаланса просто безобидный снег на колесах. Первое колесо относительно чистое. Второе колесо чуть похуже. Это неинтересно, а теперь моделируем ситуацию, когда вы заехали действительно в снег, колесо забилось и смогли почистить только часть колеса. Такое, кстати, часто бывает, потому что здесь может быть тормозной кулак и не подлезешь почистить, либо просто эта часть окажется сверху и опять же не подлезешь. Почистили, что было, и поехали дальше, думая, что все ништя. Чем это выльется? Сейчас посмотрим. Всем интересно, даже кошка пришла посмотреть, что будет. Поехали. Вот такой большой дисбаланс вы можете сделать своими руками при неаккуратной эксплуатации автомобиля зимой. Самое интересное, что снаружи, когда на колесо смотришь, абсолютно незаметно, что там с одной стороны большой кусок прилип снега, а с другой стороны все чисто почищено. Так что будьте внимательны и не ленитесь изредка зимой ставить машину в теплый гараж, чтобы все это оттаяло и стекло. Вот так наглядно я вам продемонстрировал, как можно своими ручонками свести на нет все старания шиномонтажника, который балансировал вам колеса, надеюсь, что вы будете ездить и не дребезжать. Таким дисбалансом машина будет приятно вибрировать. Ладно, это была шутка. В общем, следите за своей машиной. А скоро у меня будет видео, как взорвать колеса и много-много-много других интересных видео. Так что не забудьте подпишитесь там на канал, а то пропустите самое интересное. Пока, до новых встреч!